Доброе утро, дорогие друзья! Вот буквально не успели отойти от страсти таких олимпийских баталий в Пхенчхане, как уже вновь готовимся устремить на этот город свои взоры. 8 марта именно там стартуют уже зимние паралимпийские игры. Кто туда отправится от нашей страны и на какое место в медальном зачете могут надеяться спортивные фанаты, спросим у наших гостей. Встречайте, у нас в гостях генеральный секретарь Паралимпийского комитета Белоруссии Николай Николаевич Шудейко. Доброе утро! И одна из надежд на олимпийскую медаль призер чемпионата мира по лыжным гонкам мастер спорта международного класса Юрий Голуб. Доброе утро! Доброе утро! Очень приятно, что вы у нас, несмотря на то, что мы знаем буквально через считанные часы, часть команды уже отправляется. Готовить, так сказать, почву для всех участников. Я не знаю, как это... Акклиматизация сколько проходит? Прилетает команда и сколько будет дано? До первого старта, со дня приезда нашей основной команды, будет 7 дней, неделя. Считаем, что и медицинский персонал нас считает, что этого времени будет достаточно для акклиматизации и адаптации спортсменов уже непосредственно к климатическим условиям. Сколько спортсменов вылетает в этот замечательный город, название которого мы долго учили и сейчас не забудем никогда? Спортивная часть нашей делегации состоит из спортсменов-лыжников и биатлонистов. В общей сложности 19 спортсменов, которые будут соревноваться в этих двух видах спорта. Общее количество членов нашей спортивной делегации, включая представителей средств массовой информации, 40 человек. Как вообще, так скажем, получали спортсмены свои путевки на эту Олимпиаду? Мы знаем, Юрий, что вы заняли на последнем чемпионате мира по лыжным гонкам и биатлону бронзу. Правильно? То есть это вам дало путевку в Пхенчхан? Да, у нас как бы даже с прошлой сезона с первого этапа Кубка мира нужно было выполнить, там есть такие IPC-поинты, получается, очки и отставания, ну, по времени в гонке. И нужно, чтобы их было не больше оставать мне 10, и получается, вот лицензия. То есть вы уже давно начали готовиться? Да, ну, есть спортсмены, допустим, из других стран, которые просто приехали, одну гонку пробежали, там, и все, и как бы лицензия уже выполнена. Ну, а помимо Юрия, остальные члены сборной, как все гладко, хорошо, спокойно прошло в плане лицензии и вот этих путевок в жизнь новой? Ну, да, сложившиеся, так сказать, традиции или практики, у нас в команде есть сплав опыта, ветераны, и есть вот молодая, так сказать, полная, хороших спортивных, спортивного чисто любви молодежь, вот, которые, я думаю, достойно должны представить нашу страну на международной арене, на этом крупнейшем спортивном форуме. Ну, в период, квалификационный период, во время завоевания лицензии на игры, наши спортсмены участвовали в ряде Кубков мира, есть, существует определенная формула, вот, завоевание лицензии, набирали вот эти рейтинговые очки, выполняли нормативы, вот, о чем Юра говорил, это так называемый норматив, надо было набрать хотя бы в одной гонке не менее 180 вот этих очков, или вернее, стать не более чем 180. Вот, поэтому по первому методу распределения этих лицензий нам было выделено 14, вот, потом мы получили еще одну дикую карту, и у нас есть еще, вот, как и Юра, инвалиды по зрению, и согласно международным правилам, у них должны быть спортсмены-лидеры из числа людей здоровых. Поэтому тотальное или общее количество спортсменов нашей делегации 19 человек. А вот смотрите, видов спорта в зимних дисциплинах 6, да, то есть для участия в Паралимпиаде Беларусь представлено в двух видах спорта. Почему так происходит? То есть не развиваются какие-то виды спорта, они не интересны нам, или просто еще время не пришло? Для этого необходимо и наличие, количественно, чтобы у нас был, так сказать, человеческий ресурс, сам резерв какой-то, вот, с этой проблемой у нас, с этим вопросом, большая. Может, просто люди не знают, что есть возможность, вот мы сейчас им как раз-таки и расскажем об этом, то есть керлинг, олимпийский вид спорта, условия есть, прекрасные в нашей стране. Да, я считаю, что керлинг, и я убежден в этом, это один из всех перспективных видов спорта, которыми большое количество людей могли бы заниматься, поскольку у нас уже и создана определенная безбарьерная среда, то есть доступность всех действующих нынешних современных спортивных арен в Беларуси приспособлена для того, чтобы люди с нарушением функции порнодвигательного аппарата могли спокойно заниматься вот этим видом спорта. Два года назад Федерация наша, Федерация Олимпийская Здорового Керлинга проводила международный семинар, приглашали, выступал здесь главный тренер российской паралимпийской команды по керлингу, Антон Болдис, и они пригласили наших ребят тоже на мастер-класс. Человек мы 15, наверное, собрали, то есть там в течение полутора часов все это демонстрирует. Нашим ребятам понравилось. Вот сейчас все дело за тем, как бы их организованно свести в команду, найти тренера, естественно, необходим для этого. И я думаю, что будет дан толчок, и через паралимпиаду все в чем-то я думаю. Как раз есть время к следующей. Конечно. Керлинг, хоккей, какие еще виды спорта? Сноуборд. Сноуборд. Да, биатлон, лыжи и горные лыжи. Юрий, за кого болели на Олимпиаде? И удалось, может быть, пообщаться с коллегами, которые уже вернулись, узнать о нюансах каких-то, об опыте? Пообщаться не удалось еще, конечно, но болел за сильнейших. Не скажу, что был кто-то из... Ну, конечно, за нашу сборную болел биатлонную. Мы смотрели, были на сборе в Италии, смотрели, болели. И эстафета очень здорово получилась у девчат. В лыжных гонках за сильнейших болели. За хоккей переживали, за Германию переживали. Но за них, к сожалению, в финале у них не получилось. Нет, но они и так, на самом деле, сборная Германии сделала невозможное. То, что они сотворили серебро Олимпиадами, кажется, что это еще долгие-долгие годы будет греть душу ни одного поколения немцев. Так что, в общем-то, порадуемся и за россиян, и за немцев. Ну, и будем надеяться, что белорусы тоже не подкачают. И все-таки мы тоже будем призерами Олимпийских игр. Но есть у меня еще вопрос. Если вспомнить летние Олимпийские игры, Паралимпиаду в Рио, именно тогда член белорусской делегации флаг российской сборной пронес в этом году, я так полагаю, что с учетом прошлых ошибок организаторы игр какие-то специальные обращения подготовили к нашей непосредственно сборной? Или это, в принципе, рутинная работа, никаких претензий нам не предъявляют? Мы официальных никаких документов оттуда или писем, или, скажем, предупреждений не получали из Международного паралимпийского комитета. А поэтому, что не запрещено, то разрешено. Ну, я думаю, на Олимпийских видели тоже играх. Казалось бы, что и болельщикам запретят российскую символику проносить с собой в виде флагов или транспарантов каких-то, или еще шарфов на трибуны. Но болельщикам ничего не запрещено. Поэтому те, кто будут поддерживать российскую команду, я думаю, будут там и такие. Поскольку мы сегодня буквально утром получили официальное письмо, уведомление из Международного паралимпийского комитета, что 30 российских спортсменов будут выступать как нейтральные паралимпийские атлеты, НПА. У нас, поскольку было приостановлено членство Национального паралимпийского комитета России перед паралимпийскими играми Рио-де-Жанейро, автоматически вступили в действие санкции. Самая первая санкция – это недопуск спортсменов той страны, то есть без упоминания всего абсолютно. Не только демонстрация символики, но и то, что это арестивно. К паралимпийцам еще более жесткие требования, чем к олимпийцам. И тем приятнее, и тем достойнее поведение многих спортсменов вот это единство, вот это спортивное братство, когда они поднимаются и на пьедестал, и когда что-то происходит во время соревнований, они друг друга настолько поддерживают, и никто не смотрит друг другу в паспорт, и никто не смотрит у кого что написано. Все действительно друг друга поддерживают. Это какая-то магия особая, которая вот только на олимпиадах, на соревнованиях, либо действительно не существует каких-то границ, преград, так же, как и в искусстве не существует разного языка, так и в спорте как-то все едины. Вот чувствуется? Ну, честно говоря, есть какое-то единство, конечно, там, между атлетами, друг друга, там, ну, и можно и поговорить, и как-то пошутить, там, и обняться, и руку пожать, там. То есть, ну, это как бы уважение просто межличностное, и ничего больше. И это прекрасно. И вы своим примером, таким поведением достойным, когда это еще и транслируется, и потом это все ротируется, и на различных интернет-ресурсах, и все это видят и смотрят, ну, это дорогого стоит. Нет, это свидетельство того, что спорт должен быть вне политики, просто-напросто. Это выше и сильнее должно быть. Спортивная вот эта, как она называется, скажем, община, комьюнити, да, вот это братство спортивное, оно действительно жизнется или основывается на чисто человеческих взаимоотношениях, на дружбе, уважении, на соблюдении принципов фейерплей, естественно. А у меня вот еще вопрос. Когда старший курс заканчивает обучение, он, как правило, молодежи передает конспекты какие-то, знаете, там, чтобы потом и время сэкономить, и какие-то нюансы учебного процесса легче давались. Наши спортсмены, которые возвращаются из общиничхана, они каким-то образом передают рекомендации, а климатизацию пройти таким-то образом. На погоду вот за этой стенкой меньше дует, например. Ну, есть вот, мы общались с лыжниками, там, ну, то есть, какие-то вопросы уточняли, что-то нам помогли, что-то рассказали. То есть, там повернуть можно, там можно срезать, до этого ларька быстрее? Нет, конечно, но, допустим, какая погода, допустим, какие лыжи едут, то есть, ну, вот это есть такие моменты, которые мы уточнили, общались. У нас, например, из числа вот лидеров, которые будут бежать с ребятами-инвалидами по зрению, есть люди, которые выступали на Олимпиаде, поэтому и нам все расскажут. Они еще приезжают сегодня-завтра возвращаются, времени просто еще пока, вот, личной беседы не было просто до этого. И у спортсменов, и у тренеров. В общем, есть у нас тузы в рукаве, я так понимаю. И тренер наш тоже, один из тренеров наш тоже был на Олимпиаде, поэтому мы секреты раскрывать не будем. Но я надеюсь, что они поделятся хорошей практической борьбы. А мы только желаем и искренне верим в нашу победу, мы пожелаем вашему спортивному братству и белорусскому, и в целом грандиозных побед, свершений. Пусть все получится нашим замечательным паралимпийцам. Удачи огромные. Пусть она ни на секундочку, ни на долю секундочки не покидает вас на стартах, на гонках. Мы еще раз представляем наших гостей, с которыми мы общались. Это генеральный секретарь Паралимпийского комитета Белоруссии Николай Николаевич Шудейко и призер чемпионата мира по лыжным гонкам мастер спорта международного класса Юрий Голуб. Спасибо, что нашли время для общения с нами в столь непростой период подготовки. Пусть наши слова и благодарности, и признательности, и искренние пожелания удачи вас поддержат. Спасибо. Провожаем наших гостей. С вами, дорогие друзья, не прощаемся. Через несколько минут встречаемся в студии. Хорошего настроения. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok